Что такое понятие, как среднестатистическое распределение? То есть вот такой вот колокообразной фигурой, называется формула Гаусса, кривая Гаусса, описывается распределение любых случайных величин. Например, если мы возьмем рост жителей Куршка в возрасте 30 лет, всех по мере и нанесем на график, тут те, кто длиннее, тут те короче, то будет некое среднее значение, к которому будет относиться наибольшее количество людей. Само по себе это распределение случайно, но, понимаете, случайность понятие статистическое, математическое, и случайность понятия богословские, это разные вещи, в богословии понятия случайно не существует. У Бога ничего случайного не бывает. И то, что нам с точки зрения статистики кажется случайным, описывается очень четкими математическими формулами. Просто формулы, если есть формулы прямого вычисления, то есть формулы статистические. То есть вот тут вступают уже, то есть те же самые законы, у Бога все законам подчиняется. Только то, что нам кажется случайным, на самом деле описывается тоже законами, только законами уже из области статистики. Вот эта вот кривая Гаусса, она, собственно, с точки зрения статистики нам и сообщает, у кого же распределение той или иной величины. То есть такое же распределение людей в любой стране по их отношению с Богом будет. Потому что каждый человек, так или менее, более-менее случайно к этому относится, но вот в итоге оно должно быть вот таким, в нормальном условии. И если в стране наступает пробуждение, каждый человек лично приходит ко Христу, но общая картина не меняется, просто весь этот колокол сдвигается вправо. Если в обществе наступает секуляризация, то тогда опять же каждый человек лично меняет свои убеждения, но в среднем вся эта статистика меняется так, что колокол сдвигается влево. Итак, значит, вот это нормальное распределение. Но встает вопрос, было ли распределение в Советском Союзе нормальным? Не было. Нормальным оно быть, в принципе, не могло. Отсутствовала вот эта вот самая ячейка, звено младенца во Христе. Быть младенцем во Христе было невозможно. То есть человек либо сразу, значит, всякий приходящий к Богу, тут же попадал под давление в семье, на работе, в обществе, и ему сразу нужно было бы либо становиться, признавать себя верным, либо сказать, извините, ошибся. То есть реально здесь людей не было. Что? Проверка уже была конкретно. Да. То есть реально здесь людей не было, но люди-то где-то же были. То есть, конечно, не знаешь, что эти люди исчезали. Где же они все были? Ну, некоторые из них действительно становились верными и готовы были идти до конца. Не много, но были такие. А остальные, это большинство, где могли быть на этой шкале? Воудеи. Совершенно верно. Воудеи. То есть они где-то про себя тихо, значит, в Бога верили, но при этом, значит, заветов с ним не заключали, зная, что это... То есть они были в карбюраторе. То есть, обратите внимание, и так, вот это вот пунктиром, это какое должно было быть распределение. Но реально-то. Значит, было некоторое количество топлива в цилиндрах, которое движение создавало. Карбюратор был пустой, и топлива, значит, в цилиндр подаваться было неоткуда. Зато бензобак был переполнен. То есть было такое давление в бензобаке, что чуть-чуть, значит... Ну, давление было во всем, если вы помните, период, период перед перестройкой. Вот, тогда Михаил Сергеевич Горбачев сказал, ну хорошо, раз такое сильное давление, давайте маленькую дырочку сделаем, чтобы оно... Давление спускало. Ну и кто технику знает, то знает, что бывает, если сделать маленькую дырочку. Если в шарике сделать маленькую дырочку, то что с шариком происходит? Вот, то есть, ну вот сделали в экономике, значит, в идеологии и прочее, маленькую-маленькую дырочку. И в итоге вот все вот те, кто под давлением был в бензобаке, хлынули в карбюратор. Результат потрясающий. То есть карбюратор перезалит. Цилиндры столько топлива потребить не в состоянии, они коптят, значит, вовсю. Часть топлива из перезалитого карбюратора выливается на асфальт, и дальше уже нужно будет собрать его уже оттуда, невозможно, они поступают обратно. Вот, и вот это вот задача, с которой мы столкнулись. Вот в 90-х годах самая большая задача в церкви была подготовка служителей. Подготовка лидеров. Понимаете, нормальное состояние, нормальный закон роста в церкви, когда примерно на одного верного приходится пять младенцев. Вот это вот оптима, это динамика наиболее активно растущих церквей. Если младенцев меньше, церковь не растет, потому что, значит, не есть ковырасти. Если младенцев больше, церковь не растет, потому что младенцы недополучают опеки, примера, назидания. Вот, то есть отношение один к пяти, или там, называют, закон 20-80, то есть на 20% верных, 80% младенцев было сказано, что верных меньше. Это для нормальной растущей церкви, это нормальное явление, к этому нужно относиться нормально. Вот, но тогда, значит, это отношение было нарушено, и когда там на одного верного там 100 младенцев приходится, ну вот, и они уходят из церкви, разводить рука и говорить, ну вот, значит, они себя здесь не нашли, будет неправильно, потому что они же пришли все-таки в церкви, значит, они все-таки искали. Вот, другой, потому что я все нашел, он уже говорит, ну, я уже, христианство, я попробовал, вам это помогает, мне это не помогает. Я займусь чем-нибудь другим, семьей, работаю, мало кто из этого уходит, там, всякие буддизмы и прочее, потому что, кто один раз покусил чистой воды, уже грязную пить не будет, но просто человек дистанцируется от этого всего. Вот, вот, и именно в это время везде создавались региональные колледжи, семинарии, институты, почему? Потому что нужно было решить эту задачу, а теперь неизвестно, что делать с этими семинариями. Понимаете? Кто, те семинарии, которые помудрее, там, или колледжи, они переходят на заочное образование, потому что есть людей много в церквях, которые нуждаются в образовании, но они не могут бросить все и уехать. Но семинарии создавались западными спонсорами зачастую, которые не понимают, что значит закрывать семинарии. Они знают, что открывать семинарии, отчитываться, что мы их все больше и больше делаем. Вот. А теперь, и тогда вот, когда была эта волна, когда был этот наплыв, они все были наполнены, и было еще и куча людей, которые хотят попасть, а здесь в детство некуда. А сейчас в них никто не приходит. И что делать непонятно. Но вот именно тогда эти семинарии все были созданы, и цель их была, осознана или несознана, это переработать вот это все топливо, которое переполнило тогда карбюратор. Вот. То, что удалось переработать, то в церквях и осталось. Что не удалось, то уже ушло. И нужно начинать не просто с нуля. Понимаете, самое интересное, что начать что-то с нуля. Можно наивно. Потому что у них не просто нулевое отношение, у них уже есть отрицательный опыт, который им тоже нужно переступить. Вы знаете, когда вот мы этот анализ сделали, то, ну, знаете, любая теория чем хороша? Что она зачастую не нуждается в реальности. Если теория красива, как сказал Геккель, что всегда, значит, уродливые факты возрушают красивые теории. То есть теория красива, вроде все понятно, все объяснено, но правда это или нет, поэтому мы взяли своим, значит, братьям, с которым мы вообще не написали, там, в разные страны. Вот у нас такая, значит, кажется, что такая проблема сложилась. Как вы считаете, похоже это на правду или нет? Самый потрясающий ответ мы получили. Так вот, оказывается, что произошло у нас в Чили. То есть миссия, которая занималась благовестием в Чили. Там на протяжении правления Пиночета были запрещены все собрания, включая его организационные. Но Пиночет честно сказал, что я ввожу военное положение в определенный период, после чего будут демократические выборы. И на удивление всех не обманул. После этого провел демократические выборы, успешно их проиграл, ну вот и до сих пор судится. Значит, но была назначена конкретная дата, когда, значит, управление закончилось, и готовилась программа. И программа готовилась очень мудро и для развития на всех четырех уровнях. Задача была установление первичного контакта через переписку, через литературу на уровне, значит, иудеев. Дальше переход, значит, на уровне веренов. На уровне иудеев это, значит, домашние группы по изучению Библии для того, чтобы людей, значит, уже привести к покаянию. Для верных, опять же, всякие семинары были подготовлены, материалы, литература для их чтения, но и для младенцев. И для верных, значит, уже была программа для того, чтобы их оснащать, чтобы они могли на всех четырех уровнях работать. Программа, стратегия была прекрасная, но сами того не понимая, подсознательно они готовились к нормальному распределению. А распределение-то оказалось аномальным. И они говорят, на бумаге-то у нас все то же самое осталось. Но реально все наши человеческие, эмоциональные ресурсы были так, на вот этом вот этапе, задействованы, что у всех остальных этапов просто некогда было и думать, и заниматься, и прочее. И теперь, говорит, у нас в Чили есть большие, хорошие церкви, которые, но они больше не растут. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok